Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Goodwillстрой, а мы в жилом комплексе Marshall. Сегодня мы хотим вам показать необычный проект. Что в нем интересного, сейчас узнаем у Евгения. Женя, привет! Дима, привет! Всем привет! Хочу вам показать сегодня двухкомнатную квартиру, ремонт которой мы выполнили по нашему пакетному предложению. Не теряем время, идем смотреть. Мы с вами на объекте и сейчас узнаем у Евгения, что же такое ремонт по фиксированной цене. Женя, расскажи, пожалуйста, простыми словами, что это такое. Что нам нужно для хорошего качественного ремонта? Нам нужен дизайнер, который разработает технический проект. Нам нужно грамотно подобрать все чистовые материалы, чтобы по итогу это смотрелось достойно. Нам нужно эти материалы закупить, доставить на объект, поднять, ну и, собственно говоря, выполнить весь комплекс работ под ключ. Вот это все входит в нашу услугу ремонт по фиксированной цене. Так, отлично! Давай тогда начнем по порядку и расскажем о техническом проекте. Как разрабатывается технический проект? Дизайнер выезжает на объект, снимает замеры, общается с заказчиком на объекте или дистанционно. Заказчик высказывает все свои пожелания по ремонту. После этого дизайнер приступает к разработке планировочного решения. То есть делается план расстановки мебели, говоря простым языком. К этому плану уже подвязывается расположение розеток, выключателей, осветительных приборов, расположение сантехнического оборудования, ну и так далее. После того, как утверждается этот план, дизайнер приступает к подбору материалов, которые делаются по нашему каталогу, в который мы добавили лучшие материалы в данной ценовой категории. То есть мы уже все отобрали. Вам не нужно ездить по магазинам, выбирать материалы, закупать их, привозить. Бывает такое, что привозят материалы бракованные, их приходится отвозить обратно поставщику, менять. Это все занимает достаточно много времени. И вы будете избавлены от этого. Всеми этими вопросами занимаемся мы. Наш ремонт, то, что мы предлагаем, это эконом-класс? Наша компания не занимается ремонтами эконом-класса. Мы занимаемся ремонтами класса комфорт и выше. То, о чем мы сейчас говорим, это ремонт класса комфорт. Раз мы с тобой заговорили про материалы, то давай расскажем, какие материалы применялись конкретно здесь. Давай пойдем по порядку. Прям в этой комнате находимся мы сейчас с вами в спальне. Все стены в квартире оклеены готовыми обоями. Это обои производства палитра на флезелиновой основе. К примеру, рулон таких обоев стоит 1800 рублей. Это хорошие, качественные, моющиеся обои. На полу уложим ламинат 33 класса производства Перго. Это шведский ламинат. Стоимость конкретно этого 1700 рублей за метр квадратный. Плинтус. Мы не используем пластиковые дешевые плинтуса. Здесь плинтус выполнен из МДФ в экошпоне. То есть это пленка. Производство профиль Дорс. Этого же производителя здесь двери. Тоже в пленке. Собственно говоря, плинтус и двери в одной цветовой гамме. Выполнены из одного материала. Установлена хорошая, качественная, бесшумная фурнитура. Вот этот вот замок, он магнитный. Что касается электроустановки. То есть это розетки, выключатели. Здесь мы используем электроустановку Юнг Эко-Профи. Это немецкая продукция. Тоже очень достойная, качественная. Долго прослужит. Ну и визуально они очень красиво выглядят. Потолок натяжной на ПВХ багете. С нишами под шторы. В которые уже установлен карниз. Здесь нужно просто повесить штор. Я вижу, что есть точечные светильники на потолке. Входят ли они в стоимость? Точечные светильники входят в стоимость. Конкретно на этом объекте люстры не входят. То есть люстры отдельно покупал заказчик. Хотя если это необходимо, мы можем сразу и посчитать с люстрами. Так, ну и осталось рассказать про отопление. Я вижу, что здесь под окном есть радиатор. Какие работы выполнялись в этой части? Радиаторы здесь остались от застройщика. Мы сделали перепланировку ввода в радиатор. Так как изначально от застройщика подводка была выполнена с пола. Что не очень эстетично и удобно. Ну и плюс ко всему, так как стены здесь мы перештукатурили. Поэтому мы переделали подводку. В радиатор сделали её из стены. Так, отлично. Предлагаю пройти в следующую комнату. Идём. Это прихожа. Здесь мы от застройщика заменили входную дверь. Поставили хорошую, качественную стальную дверь с замками Guardian. Также поменяли на ней накладку в цвет межкомнатных дверей. То есть это накладка также производства Profile Doors. Я не раз встречал на объектах, что электрический щит устанавливается над входной дверью. Здесь же он у нас установлен в будущем шкафу. Правильно? Да, мы стараемся устанавливать щит так, чтобы он был всегда в общем доступе. Но в то же время, чтобы он не портил внешний вид. Всю электрику мы здесь сделали заново. То есть от застройщика ничего не осталось. Вся разводка сделана в соответствии с техническим проектом. Ну и плюс установлен электрический щит, в котором всё распределено грамотно по группам. То есть вся нагрузка. И здесь же установлено реле контроля напряжения для защиты всех бытовых приборов. Так, отлично. Что за твоей спиной? За моей спиной ванная комната. Пойдём смотреть. Здесь стены облицованы керамической плиткой. На полу также уложена керамическая плитка. Установлена инсталляция с подвесным унитазом. За инсталляцией система хранения. Систему хранения изготавливали и устанавливали наши партнёры. То есть всё очень удобно. Много различных полок. Здесь узел учёта. Мы его вынесли. Он тут был в нише. Очень неудобный там к нему доступ. Здесь у нас установлены сетчатые фильтры грубой очистки, компенсатор давления, водные краны, грязевые фильтры и проточный водонагреватель на случай отключения горячей воды. Так, вроде всё чётко. Также я вижу, что здесь есть душевая кабина. Душевой поддон в строительном исполнении. Душевое ограждение также заказывалось отдельно. Это изготавливают наши партнёры. Для душевой установлен смеситель встроенного монтажа. Это смеситель фирмы LeMarc. Хорошая, качественная немецкая продукция по доступной, адекватной цене. То есть это термостат, где можно сразу выставить температуру удобную. Лейка и тропический душ. Также здесь в зоне душевой установлен электрический полотенцесушитель. Подводка, которому сделана также скрыта. То есть это специально скрытая розетка для подключения полотенцесушителя. И также установлена раковина с тумбой. Смеситель этого же производства LeMarc. Здесь вот розетка. Специальная влагозащищённая для того, чтобы можно было включить фен или зарядить зубную щётку. Вот зеркало с подсветкой. И также здесь ещё есть полочки. Можно что-то там сложить. Ну и вытяжной вентилятор, соответственно. Стыковка плитки и ламината сделана с помощью точного реза. Ламинат подклеен и шов заполнен герметиком. То есть нет никаких порожков. Всё очень качественно и эстетично. Да, насколько я знаю, такой же метод мы используем и при ремонте дорогих, элитных, можно сказать. Да, вот несмотря на то, что здесь, ну, по нашему мнению, недорогие материалы, да, ремонт сделан так же качественно, как, собственно говоря, если бы это были материалы по более высокой цене. Вот то же самое касается электроустановки. Ещё раз к ней вернёмся. Вот, к примеру, в ванной у нас уложен тёплый пол. Терморегулятор у нас из той же серии, что и вся электроустановка. И он установлен в одной рамке с выключателем. То есть это тоже очень эстетично выглядит. Вообще, вот ремонт состоит из таких вот мелочей, приятных, скажем. То есть если бы это был терморегулятор Теплолюкс, там, белого цвета, стоял бы где-нибудь вот здесь, да, но это бы было некрасиво и бросалось в глаза. Так, давай покажем теперь кухню. На кухне всё то же самое. Собственно говоря, стены оклеены обоями. На полу ламинат. Кухонный фартук облицован керамогранитом. Также подведена вытяжка в зону варочной поверхности. Свет здесь разделён по группам. То есть есть точечные светильники, которые будут располагаться над рабочей поверхностью кухни. И люстра по центру. То есть тут всё уже, по сути, готово. Остаётся только установить кухонный гарнитур. Да, уже даже повесили телевизоры в двух комнатах. Мы с тобой уже поговорили про чистовые материалы. Расскажи, пожалуйста, именно про черновые теперь работы. Какие работы были произведены? Здесь мы работы начали с оштукатуривания стен по маякам. После этого сделали всю электропроводку. Далее сделали сантехническую разводку. Затем приступили к укладке плитки и керамогранита. После этого отшпаклевали все стены под обои. Поклеили обои. Постелили ламинат. Также здесь дополнительно сделана шумоизоляция потолка термозвукоизолом. И, собственно говоря, натянут натяжной потолок. И также ещё сделана звукоизоляция одной стены в спальне, которая граничит с соседней квартирой. Отлично. Нам осталось показать последнюю комнату. Да, это гостиная. Вот здесь в плане отделки всё то же самое. От застройщика заменили здесь дверь выхода на балкон. Это также не входит в стоимость пакетного предложения. Это делают наши партнёры. Конструкция выполнена из профиля шука. Стоит такая льведь порядка 50 тысяч. Вот так вот она распахивается. То есть тут нет центральной стойки. И порог, кстати, очень низкий, удобный, о который сложно споткнуться. Это балкон. Пол мы здесь утеплили пеноплексом. Постелили на него тёплый пол. Это термокабель. Залили стяжку и уложили керамогранит. Плинтус сделали из плитки. И, кстати, вот обратите внимание, ещё одна мелочь, но приятная. Вот профиль, который закрывает торец плинтуса, подобран в цвет алюминиевых конструкций. Стены здесь остались от застройщика. Мы этот кирпич просто обработали пропиткой, чтобы не высыпался цемент из швов. Потолок также утеплили. И он здесь натяжной. Жень, мы с тобой посмотрели объект, и я только сейчас заметил, насколько здесь чисто. Это бонус для всех наших клиентов. После окончания работ мы делаем профессиональный клиник. Я подчеркиваю, профессиональный. То есть это не просто пришли ребята и помыли полы, а это команда, которая работает профессиональным оборудованием и соответствующими материалами. Вот, к примеру, я могу открыть створку комнаты, да, и ты посмотришь, что внутри тоже всё чисто. Окна моются и внутри, и снаружи. Ну и, соответственно, любые загрязнения, которые есть после ремонта, на момент клининга всё это убирается. Заказчик получает готовую квартиру, в которую он может завозить мебель, вещи и жить. Настало время задать самый волнующий вопрос. Сколько стоит такой ремонт? Данный ремонт стоит 24 тысячи рублей за метр квадратный. Сюда вошли все работы, которые мы выполняли, и все отделочные материалы. С чего начать? Мы разработали проекты в трёх самых популярных стилистических направлениях. Это современный стиль, скандинавский и неоклассика. Подобрали все материалы в соответствии с этими решениями. Разработали визуализации для того, чтобы вам было удобно сделать выбор. Вы можете показать на картинку и сказать, я хочу точно так же, и мы это сделаем. Или внести какие-то свои дополнительные пожелания, коррективы в плане стиля и материалов. И, соответственно, мы это всё внесём и просчитаем в рамках нашего предложения ремонт по фиксированной цене. Мне всё предельно понятно и ясно. Ну, а если у наших зрителей остались вопросы, они могут написать нам в комментариях или позвонить. Жень, спасибо большое за то, что показал нам этот объект. Всем пока, скоро увидимся. До новых встреч.